Здравствуйте, зрители и подписчики канала Процветок. В этом видео я, Пашкевич Анна, расскажу о том, какие овощные культуры стоит посеять в июне месяце. Июньский сев, как французская пословица, «Mieux v t'ach que jamais», которое в переводе на русский означает «лучше поздно, чем никогда». Этот год, как никакой другой, преподносит нам сюрпризы, заливают почву, не радуют хорошими положительными температурами. Добросовестные овощеводы высеяли ряд культур, не дождались сходов по причине того, что происходит с загниванием семян в холодной влажной почве. Поэтому июньский сев в этом году актуален, как никогда. В первой половине месяца актуальным будет высев столовых корнеплодов борщевой группы. Это морковь и свекла. Следует отметить, что морковь, высеянная в июне, меньше поражается или вообще не поражается морковной мухой. Также корнеплоды, которые мы высеваем позже, они успевают наливаться, но не перерастают к моменту уборки, а это где-то с сентября, конец сентября, начало октября, и хорошо хранятся на протяжении всего зимнего периода, вплоть до мая месяца. Для того, чтобы ускорить прорастание моркови и других овощей, которые содержат эфирное масло, например, петрушка или укроп, можно воспользоваться двумя простыми методами. Первый – это замачивание семян на протяжении 20 минут в водке, затем промывание, просушивание и высев. И второй – это замачивание семян в горячей воде, температура 50-60 градусов, также на протяжении 20 минут, до часа можно замачивать, с последующим просушиванием и высевом. Также в июне можно продолжать высев зеленых культур, укроп, петрушка, щавель, мангольд, салат и другие виды. В чем преимущество петрушки, которую мы высеваем в июне, а той, которая высеена по весне? Весенняя петрушка, как правило, к середине и концу лета уже начинает грубеть, а петрушку, которую мы высеваем в июне, будет весьма приятно использовать, потому что она будет мягкая и сочная. Также необходимо помнить, что салат, шпинат, лук на перо являются культурами короткого дня, и если мы их будем высевать до середины июня, то есть вероятность того, что они начнут активно выпускать цветоносы и переходить в фазу цветения. Поэтому до начала июня необходимо высевать сорта или гибриды, которые не подвержены стрелкованию или цветушности, или высевать после середины июня семена, которые менее устойчивы к стрелкованию и к концу июня, которые, возможно, не имеют такой устойчивости по своим биологическим и сортовым особенностям. Также в июне можно высевать бобовые культуры, например, спаржевую фасоль, горох на зеленых горошек или сахарный горох, но отдавать предпочтение сортам, которые будут устойчивы к мучнистой рассе. Также можно и нужно высевать различные ранние сорта и гибриды капуст, белокочанная, брокколи, кальраби, пекинская капуста, которые будут готовы уже к середине августа и дальше. Если мы будем высевать средние сорта белокочанной капусты, то она будет хорошо сформирована к моменту уборки. Ее можно смело ложить на хранение и квасить. Она будет отличаться большим содержанием сахаристых веществ и большей лёжкостью ввиду позднего сева. Цветная капуста, брокколи и пекинская капуста. Так же как и некоторые растения короткого светового дня выпускают цветоносную стрелку. Поэтому необходимо снова подбирать сорта, устойчивые к цветушности или высевать менее устойчивые сорта к цветению к концу месяца. Из крестоцветных культур можно высевать редис, репу, дайкон, брюкву, турнепс. Любые крестоцветные корнеплоды. Но снова отдавать предпочтение сортам, которые устойчивы к цирилкованию, если вы высеваете их до середины июня. Или подбирать для себя традиционные сорта, менее устойчивые, но тогда высев отодвигать на конец месяца. Июньские крестоцветные культуры, корнеплоды или капусты менее подвержены воздействию крестоцветной бложки. Но все-таки необходимо вести профилактическую борьбу с этим вредителем. Как мы уже говорили в более ранних видео, можно вести пролив почвы для того, чтобы сократить возможность развития крестоцветной бложки. Вести укрывание почвы неплотным спонбондом. Но есть еще один лайфхак, который называется срезанная горлышко пластиковой бутылки. Когда мы отрезаем горлышко, откручиваем пробку, помещаем эту пирамидку на посевы и держим до 2-3 настоящих листьев. Не лишним будет высев и тыквенных культур, ранние сорта или гибриды огурцов, цукини, кабачков, которые будут нас радовать в сентябре месяце своими урожаями. Также не забываем о высеве сидератов, которые направлены на восстановление плодородия вашей почвы. Например, можно сеять масличную редьку, веко-овсяную смесь или горчицу. Помните, какая бы ни случалась погода и какие бы катаклизмы нас не ожидали, июнь по-прежнему является хорошим месяцем для высева и получения урожаев. На этом мы с вами прощаемся. До следующих встреч на канале Процветок. Процветок 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 Процветок